всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут лера и сегодня я делаю чалендж я буду разговаривать только на русском языке весь день это будет чуть-чуть тяжело и уверена потому что у меня запас слов не такой большой я всегда застреваю когда разговариваю на русском языке но я постараюсь и надеюсь что все пройдет нормально тот кто не знает я живу в израиле я приехала сюда когда мне было почти два года и так меня родители заставляли разговаривать на русском чтобы я не забывала свой язык и я очень рада этому что я в целом знаю русский я могу как бы разговаривать общаться и как бы это еще один язык это всегда хорошо короче я давно хотела сделать какой-то чаленджи но я не очень люблю вот все эти видео которые там кушают всякие газости 24 часа и это единственный чалендж который мне понравился а я видела и на русском языке которые делают и там и американцы и израильтянцы которые делают целый день на иврите и я решила что я тоже попробую сделать целый день на русском языке ну конечно что легче мне разговаривать на иврите как бы у меня вся жизнь на иврите и мой парень разговаривает только на иврите и как бы на русском разговариваю только с родителями с моей бабушкой так что я надеюсь что я найду слова достаточно слов разговаривать с вами я думаю на иврите как бы мне тяжело тяжело все переводить на русский но я постараюсь и мы начнем с моих покупочек которые не важно если это на иврите или на русском всегда умнее всякие обновочки я вам покажу что я нашла секундочку ну если я уже встала ему скажу что я сегодня и отдела я делаю такую кофточку я очень люблю вот эти маечки это лето и цепочку новую которая получилась алиэкспресс я оставлю вам и внизу ссылочку если вы вы хотите заказать тоже я делаю вот эти шортики белые спулендберг и одидасовские шлепки белые такой домашний лук и перейдем к посылочкам и к покупочкам так покупок нету много но тут пакет большой сейчас я вам покажу что тут есть сейчас я поставлю камеру чтобы не было легче так вот я села я хочу вам показать что я купила из зары тут пакет большой но только одна вещь и я вам сейчас покажу я купила пальто да мы в августе но я зашла в зару и там правда коллекция летняя коллекция ужасно я вообще почти ничего не нашла в этом году но они вынесли сейчас много джакетов и много курток я правильно говорю куртки и джакеты короче и я там увидела правда очень много чего можно купить и цены как бы в час я вам покажу что я купила блин так тяжело на русском разговаривать и а и 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 я не нахожу слова и не нахожу слова достаточно слов чтобы объяснить что что я хочу вам сказать короче я просто под померю и покажу вам что я купила это такое пальто который я думаю что в жизни не выходит из моды потому что я его помню просто каждый год ну почти одинаковый может быть не этот но почти такой же тут есть ремень такой который можно закрыть и он доходит после колена я очень люблю такой стиль и цена его вы сейчас упадете его цена было 119 шекелей вместо 479 я посчитала это выходит 75 процентов скидка я не могла его оставить в магазине даже даже что сейчас август и 40 градусов на улице его не одену сейчас но я думаю что это очень умно пойти сейчас и покупать все эти вещи на зиму если у вас есть опция и возможность потому что потому что когда настанет коллекция вот это зимние опять в магазинах это опять будет стоить 400 500 шекелей там были было столько всяких красивых вещей которые хотела купить ну я просто не хотела тратить сейчас много денег и я выбрала в конце вот это пальто и правда он у него она не выходит из моды у меня есть такой джакет этого стиля и короткие не длинные два или три года назад и до сих пор его ношу и до сих пор вот есть такой стиль в магазинах короче идите и покупайте это супер 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 дешево я вам обещаю что это опять будет стоить зимой четыреста пятьсот шекелей и я вам это напомню вторая вещь которую я купила тоже на зиму служите нету на лето ничего в магазинах и ничего не нахожу все очень страшно так я зашла пунетбер со своим другом вообще не собиралась ничего покупать и потом я увидела вот этот шарфик красивый серого цвета очень большой я обожаю большие шарфы зимой так я его примерила и он не понравился и он очень приятный и он стоил 30 шекелей место 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 я даже не помню место сколько сейчас давайте проверим оттуда же не написано и думаю там не написано место сколько я не помню место сколько а вот место 90 шекелей 30 шекелей тоже классная скидка и смотрите он очень красивый я обожаю большие шарфы зимой тоже потому что это очень красиво и потому что он она очень греет так и я купила себе вот этот шарф за 30 шекелей и я думаю что после зарплаты я пойду опять в зару и если до сих пор будут вот все вот эти джакеты я обязана купить себе хотя бы еще один я в инстаграме показывала вам на себе я примеряла то что мне понравилось и да и там был еще один такой белосеры джакет но как бы в стиле похоже на этот и он тоже стоил 119 шекелей место 400 идите и покупайте и мне так странно разговаривать на русском господи я надеюсь что я нормально разговариваю и сейчас я хочу вам показать еще две посылочки которые я получила первая посылочка это от флоромар это израильский сайт я думаю израильский да израильский сайт с всяким макияжем и я получил всякое хорошее добро в целом то что они хотели мне прислать это тушь тушь карандаш это не карандаш это фломастер но не знаю что на русском говорят фломастер для для брови это вот так выглядит вот так вот и можно рисовать с ним очень легко но они это хотели прислать мне чтобы рисовать тут вот эти точечки как это называется на русском точечки от солнца веснушки веснушки я думаю это веснушки короче вот так рисовать с точечками как в инстаграме в фильтрах которые вы видите и пользуетесь так и для этого как бы они мне прислали и тут они мне добавили контур стык чтобы рисовать контур цвет медиум 02 вот так вот он выглядит я уже хочу попробовать пользоваться с ним эммм эмм два карандаша для губ тут есть эммм помада цвет morello давайте посмотрим сделаем swatch я не знаю как swatch говорят на на русском вот так вот сделаем ммм он красивый красивый цвет красивый цвет они как говорят как говорят маврик А, они блестящие, они не блестящие, а матовые, так это тоже матовая помада, давайте посмотрим цвет, этот цвет чуть-чуть розовее, тоже очень красиво сейчас на лето, еще одна помада, Charming Nude 01, давайте посмотрим, смотрите, какая красивая упаковочка, да. Ой, и цвет очень красивый, сейчас я вам покажу, у него запах приятный, вот этот третий, красивый, и тут еще одна помада вот такого цвета, но я не хочу сейчас пробовать ее, может быть я сделаю розыгрыш, и я хочу ее оставить на розыгрыш, это то, что я получила из Flormar, и я уверена, что я буду пробовать тоже в сториз, в инстаграм, так заходите туда и подписывайтесь на мой канал там, и тут, и там, да. И вторая упаковочка, посылочка, которую я получила, это с SR Cosmetics, это фирма косметики, и давайте посмотрим, что у меня тут. Ммм, окей, тут запах кофе, давайте сейчас посмотрим. Они добавили тут стаканчик для кофе, и тут, я тоже не знаю, как это на русском называется, пулей кафе, потому что я вообще не пью кофе, так как бы это, я не знаю, как это называется, зернышки, не знаю, кофейные зернышки, может быть, я не знаю. Тут стаканчик такой, но то, что интересно, это вот это. Давайте посмотрим. Вот, даже написано на русском, они мне делают легкую жизнь. Маска пилинг с кофеином для обновления клеток. Клеток, вы поняли? Это кофейная маска, подходит для всех типов кожи, кроме акне. Да, так, это маска, и мы ее попробуем, конечно, не сейчас, но мы попробуем. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вот так, давайте откроем. Запах кофе, это пилинг, тут можно даже видеть. Чтобы этот челлендж продолжил быть интересным, и не только я буду с вами тут разговаривать и застревать. Я скоро еду встретиться с моей сестрой Женей, и я продолжу мой челлендж с ней. Посмотрим, как она, если она захочет тоже участвовать в этом челлендже. И потом мы поедем с Женей встретиться, и я должна еще переодеться. Я думаю, я еще не знаю, что я одену. Но я скоро к вам вернусь. Ладно, я приехала, я жду свою сестру, свою или мою, мою сестру. Неважно, я жду Женю. Я добавила сюда еще цепочки, и я переоделась. Очень простенько и красиво, я так думаю. И я жду сейчас Женю. И все, скоро мы пойдем делать покупочки. И она еще не знает, что мы делаем челлендж. И что мы должны разговаривать на русском языке. Посмотрим, как она среагирует. Женя, мы сегодня делаем челлендж. Мы разговариваем на русском языке. Доброе утро! Доброе утро, ребята! Как дела? Матмально. Я, как классно, что ты, как говорят, течешь со мной. Женя, я тебе тут принесла. Нет, маска не для тебя. Это тебе. Ой, это твоя жизнь, моя жизнь. Моя жизнь, да? Спасибо. Шампунчик. Я, это то, что мне понравилось. Я, это твоя жизнь. Что ты не говорила, что я только маме даю? Боал эффект медакен, матромет. Что, что? Ты что-то увлекаешь. А, ну, починить. Что-то, чтобы на тебя не... Пакетик. Нет, пакетик. Писай, думаю. Что, мы скоро будем. Да, мамаша красивая, смотри. Мамаша. Ты пробовала? Мамаша, очень. Да, я пробовала. Не видно тут. Покажи часы, которые ты мне купила. А, это я купила Женя на день рождения. Часы винтаж. 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 Красивые, мамаша. Ой, они красивые, Женя. Я их так чистила с содой. Считайте, как я их чистила. Чтобы вы знали, если у вас часы не блестят, не сверкают. С содой, горячая вода. С содой, горячая вода. Или зубная паста с водой. Красиво. Вот это с Россией, да? Вот это для нас челлендж. Подходит. Бедюк, я пришла. Муханара челлендж. Готова на челлендж. Готова на челлендж. На челлендж. Ладно. Мы скоро пойдем. Я еще с маской. Ну, посмотрите, ты не обязана делать челлендж. Короче, мы сейчас пойдем гулять. Я не знаю, как я вам буду показывать на русском всю одежду, которую я тут найду. Если я найду. Мы хотим рыбок. Мы хотим что еще? Молодой шпак. А, мне не не. Не молод. Голодой, ну, пожалуйста, кушаем тортик какой-то вкусный. Давай, давай. Я еще не кушаю хочу. Я тоже. Я тоже. Ой, хотели? Я тоже. Тов, ладно. Тов. Хорошо, ладно. Мы скоро вернемся. Продолжение следует. Продолжение следует. Откуда мои черные снадали, которые я купила в Италии. И они почти одинаковые. Они стоят... 150? Они стоят 150 вместо 300. И если покупаешь за 300, то еще 100 шекелей спускаются, как бы плачешь 200. Если я возьму еще что-то, то выйдет 100 шекелей, и они из кожи. Что в следующий магазин? Айскюб. А, я купила... Кусочек льда. Я купила кроссовки с трейбок, я вам потом... Свет плохой, подожди. Я купила с трейбок кроссовки, но я вам покажу попозже. Или в следующем влоге я вам покажу все, что я купила. Значит, мы уже закончили. Женя. Привет. Привет. Ну ты их анимирай. Мой хвостик анимир. Женя, мы на русском разговариваем. Ты забыла? Да. Короче, мы приехали к Жене. Короче. Короче. Мы приехали к Жене. Она хотела вернуться на поезде, но мы посмотрели, это было 28 минут из хулона. Хулона. Хулон. Хулон. Ваш дон. Так я и сказала, что я ее возьму. Сейчас уже где-то 6. И я хотела увидеть Химусика моего. Значит, она меня сразу уговорила остаться. 단 cetая сын. Мой сладкий. Я по тебе соскучилась. Я по тебе соскучилась, моя любовь. Ты мой сладкий. Ты мой хороший. Я тебя люблю. Харлас Рой. Я тебя люблю. Только хашель Дада. Я тебя люблю. Ты мой сладкий. Ой! Ты мой сладкий. Да. Кто мой красивый? Кто мой красивый мальчик? Кто? У кафоножки сладкие. Кто моя любовь? Кто мой мальчик? Я соскучилась, я тебя только люблю. Кимуль, ага-га. Я тебя только люблю. Кимуль с Белым. Когда он так голову кладет, это самое хорошее чувство в мире. Чути. Давай, радость. Где Ляля, смотри. Ай, Ляля. Кто там? Это Ляля? Киму, Ляля? Да. Ким, Ляля. Я Киму сейчас хочу заказать такой мишку такую. Такого. Зайчика. Зайчика. Который, когда он его будет обнимать, его сердце будет вот так стучать. И он будет чувствовать. И когда он нажмет на его ручку, там будет наибриди. Я буду там, мой голос, который я буду говорить, что я его люблю. И так он будет помнить меня всегда. И не будете забывать мой голос. Да, мой сладкий? Да? Ты моя лапочка. Ой, я тебя так люблю. Люблю, 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 люблю. Женя, давай закажем пиццу. Давай. С чем ты хочешь? Брынза. С брынзой. Брынза, брынза. С брынзой. Какую тебе пиццу заказать? Какую тебе пиццу? С молочком? Какая пицца матерна? С брынзой. Кукурузой половина. И половина маслины черной. Сейчас Гадзи вернется. Я ему сказала, что принес мои кроссовки, которые я купила. И я вам покажу. Какие кроссовки я выбрала. Да, моя радость? Я вам покажу, и мы там закончим влог. Чалендж. Чалендж. Наш чалендж. Потому что скоро я уже еду домой, и все, день закончился. Гадзи вернулся. Гадзи, скажи всем привет. Привет всем фолловерам. Фолловеры. Гадзи, фолловеры. Я это знаю от Айзы. Значит, я хочу вам показать, какие кроссовки я купила сегодня. Вот такие вот. Рыбок. Я давно хотела такие большие кроссовки. Я не нашла ничего, что мне нравится. И эти мне понравились. И цвет, и форма их. И они стоили, сейчас я вам скажу. 227 вместо 380. Так, они вот так выглядят. Очень красивые. Гадзи, мы хотим пиццу заказать. Гадзи. Давай. С колбаской? Нет, я не люблю доминос. Доминос колбаска. Я не люблю доминос. Ким любит доминос. Кимуш. С колбаской. Ты мой сладкий, ты моя колбаска. Я? Нет. Значит, скажите, что вы думаете про мои новые кроссовки. Мне они очень понравились. Значит, я закончу тут этот влог. Мы сейчас закажем пиццу. И все. Я надеюсь, что вам было интересно смотреть этот челлендж. Кимуш. Что такое? Не забудьте записаться на мой канал, если вы еще не записаны. Оставить лайк, оставить комментарий внизу. И все. Я вас люблю. И мы встретимся в следующем видео. Bye. Bye.